Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Елизавета Газизянова. В Казани состоялся летний проект «Ученый совет». В научно-популярных лекциях представители Ассоциации молодых ученых Казанского федерального университета познакомили горожан с миром науки. Организатором лектория выступил Департамент по информационной политике ВУЗа. Проект «Ученый совет» приурочен к десятилетию науки и технологий, году семьи в России и 220-летию Казанского университета. Спикеры доступным языком рассказали, что такое наука, чем занимаются ученые, как научные исследования и открытия влияют на качество жизни современного человека. Проект реализован при поддержке дирекции парков и скверов Казани. Серии лекций прошли в парке в ЖК Салават-Купере и в парке Придека имени Саид Галеева в поселке Дербышки. Лекторами проекта стали лаборант-исследователь научно-исследовательской лаборатории генные и клеточные технологии Института фундаментальной медицины и биологии Чулпан Харисова, которая рассказала о теме старения и долголетия, и старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Эдуарда Краснова. В его лекции были рассмотрены вопросы правового государства, его принципы и признаки, гражданское общество и верховенство закона, необходимость его соблюдения. Также для казанцев научно-популярные лекции прочитали студенты КФУ. Учащийся четвертого курса Института экологии и природопользования Константин Шевчук представил доклад «Пластик. Друг или враг?». А третья курсница Института фундаментальной медицины и биологии Мария Осинникова раскрыла тему, как работает иммунная система и как ее поддерживать. Отметим, что слушатели, задавшие лучшие вопросы, получили в подарок мерч КФУ. Я считаю, что это важно посещать такие научные лекции. И лично меня привлекла тема иммунной системы. И я посещаю и сама являюсь участником таких научных конференций. И считаю, что это важно, поскольку это повышает общую эрудицию населения России. Я думаю, что в целом подобные мероприятия помогают людям оперировать более научными понятиями, нежели бытовыми, которые чаще вводят людей в заблуждение. Они часто бывают ложными. И я думаю, что это очень-очень здорово. В Казанском Федеральном Университете состоялось, пожалуй, самое трепетное и долгожданное событие в жизни каждого студента. Далее мы расскажем о том, как прошла церемония вручения дипломов лучшим студентам Казанского Федерального Университета. Самое долгожданное событие в жизни каждого студента – получение диплома о высшем образовании. Долгие годы студенты трудятся на зачетку, чтобы потом гордо сказать «Я получил диплом». 5 июля в Императорском зале Казанского Федерального Университета состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам-отличникам, принимавшим активное участие в общественной, культурно-массовой и спортивной деятельности университета. По традиции в начале мероприятия с приветственными словами выступил первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Сегодня у вас очень важный день. День вручения дипломов. Вы сегодня официально становитесь выпускниками Казанского Федерального Университета и, как обычно говорят в этих случаях, вступаете в новую жизнь, перед вами открываются все возможности. В 2024 году дипломы вручили более 50 лучшим студентам. Почетное право открыть церемонию и вручить заветный документ о высшем профессиональном образовании было предоставлено первому проректору, проректору по научной деятельности Дмитрию Таюрскому. Также на церемонии присутствовали профессорско-преподавательский состав. К вручению также были приглашены директора институтов, чьи студенты вышли на подиум. Как отмечают директора институтов Казанского Федерального Университета, поздравление лучших студентов таким способом – это повод по достоинству оценить молодое поколение высококвалифицированных специалистов. Казанский Федеральный Университет имеет свою очень богатую историю, которой уже больше 200 лет. Но эту историю делают люди – студенты, выпускники, преподаватели, сотрудники. Эта история складывается с каждого человека и его труда. И вот сегодня в этом зале, то есть и каждый год мы проводим церемонию участия лучших выпускников, отличников. Для меня это всегда загадка. В институте физики учиться очень сложно и трудно. Люди у нас большой, так сказать, отсев. И те, кто доходят до конца с красным дипломом или синим – это просто герои, фантастические люди. Я считаю, что красный диплом, синий диплом – самое главное, что они дошли до конца, освоили все курсы. И у нас выпуск почти 300 человек в этом году. И из них почти более 90 с красными дипломами. Это для меня какая-то фантастика. Я думаю, что это просто бальзам на наши души, что мы все-таки не зря работаем. И что я надеюсь, что все, кто у нас закончил, найдут свое место в этой жизни. Я считаю, что это очень важно. Дмитрий Альбедович как раз в начале своего выступления сказал, что университет, любой университет – это в первую очередь студенты, наши студенты. Это наше будущее. Это те, в кого мы вложили частичку своей души и которые придут нам на смену. Конечно же, мы должны отмечать студентов, которые достигли успехов в чем-то. В учебе, в науке, в спорте, в общественной деятельности. Потому что это лидеры, это те, если говорить языком химии, кусочки кристаллизации или частички, которые вызовут вокруг себя консолидацию других людей. И они будут руководителями, очень хорошими руководителями, которые поведут людей в правильной дороге, в правильном направлении. И они, восприняв идеологию развития университета, потом дальше, мы будем уверены, что наше дело не попадет. Эти люди дальше будут развивать наш Казанский федеральный университет и приведут его, конечно же, к еще большим успехам, еще большим достижениям. Я думаю, что это немножко грустно для нас, потому что лучшие уходят в большую жизнь. Но при этом мы гордимся тем, что юридический факультет выпустил таких замечательных выпускников с такой очень твердой гражданской позиции активной. И в то же время мы надеемся, что они вернутся в Альма-Матер уже в качестве аспирантов, возможно, магистрантов или уже аспирантов преподавать. Поэтому всегда вот эта преемственность поколения, она сохраняется, и это тоже важно для университетского сообщества. Поэтому жизнь продолжается. Мне очень радостно здесь быть, во-первых, потому что для меня это воспоминания о моем университетском прошлом. В 2010 году, в первый год выпуска Казанского федерального университета, я вошел в число 25 лучших выпускников. Меня тоже награждали в нашем зале императорском, тогда еще актовом. Вот поэтому для меня это очень трепетно. Я вижу лица талантливых наших студентов, выпускников. Я знаю, кто сегодня от нашего института награждается, я знаю, за какие заслуги, поэтому это очень приятное событие, в котором просто радостно принять участие. По словам выпускников, церемония вручения для них – это не просто праздник. Это день, когда все твои труды, наконец, оценены по достоинству. День признания тебя как профессионала своего дела. За время обучения, будучи студентами, ребята приложили огромные усилия не только к получению и усвоению образовательной программы, но и к развитию культурно-массовых направлений родной Альма-Матер. Могу сказать, что я очень счастлив, очень довольна и горжусь собой, горжусь о своем работе. И просто могу сказать спасибо родителям. Их, к сожалению, сегодня нет здесь, но они со мной в сердце. Могу сказать, что я просто счастлив и очень благодарна университету. Спасибо за такую возможность. Мне кажется, что для каждого студента, кто получил данную грамоту и это сывание, этот путь составлял 4 года, а может у некоторых и больше, потому что все мы выкладываемся максимально на полное, чтобы и развивать как и себя, свои стороны и качества в зависимости от направлений, так и наш любимый университет и, в частности, каждый наш институт. Для меня очень ценно, что сегодня я здесь, что мне из рук проректора вручили диплом и вручили благодарственное письмо, поэтому я очень рада, что закончила университет. Большое спасибо Казанскому федеральному университету за поддержку и развитие, и за все. Сегодня действительно очень важный для меня день, потому что сегодня заканчивается моя семилетняя студенческая жизнь. Я окончила магистратуру в Институте филологии и межкультурной коммуникации. И действительно, за это время было много побед и достижений. И сегодня для меня особенно значимо стоять здесь в числе лучших выпускников и знать, что я вписала свою историю в историю нашей альмаматор. На самом деле, эмоции немножко грустноваты из-за того, что подходит такая большая голова моей жизни. И самая главная, наверное, мысль, которая сегодня прослеживается, но лично у меня хочется отмотать все время назад, все эти шесть лет, которые я прожил, действительно жил в университете, хочется вернуться обратно на первый курс и прожить этот путь заново. Отметим, что на церемонии также вручали памятные шарфы, статуэтки «Лучший выпускник-отличник» и благодарственные письма тем студентам, которые особо отличились в сфере внеучебной деятельности как своих институтов, так и вузов в целом. Помимо торжественной части на вручении также прошли концертные номера, создавшие в императорском зале необычайную атмосферу торжества. Танцевальные и вокальные номера, яркие костюмы – вот что добавило церемонии, легкости и ощущения праздника. Завершилось мероприятие по доброй традиции «Общим фото», где поместились все выпускники, а также профессора и преподаватели. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Хафиз Гараев, Богдан Священко, Тимур Табаров, Данила Васильев, Андрей Багаудинов. Универновости. 5 июля – это день, который надолго останется в памяти студентов. В стенах Казанского федерального университета они получили свои долгожданные дипломы о высшем образовании. 5 июля в Казанском федеральном университете прошло торжественное мероприятие – вручение дипломов. Пожалуй, для всех студентов этот день по-настоящему особенный и запоминающийся. Ведь это не только завершение учебного периода, но и начало новой главы в их жизни. Когда-то студенты, они сегодня уже могут назвать себя дипломированными специалистами. Они готовы к работе в самых различных областях. У нас сегодня торжественное вручение дипломов для наших выпускников Института математики и механики имени Николая Ивановича Лобачевского. Как всегда, это очень волнительное мероприятие и для нас, и для выпускников. Мы надеемся, что наши выпускники будут успешными в нашей жизни. Ну и даже мы не то, что надеемся, мы в этом уверены. Вот. У нас славные традиции многовековые, начиная с Николая Ивановича Лобачевского. И мы верим, что наши выпускники их продолжат. По доброй традиции перед началом вручения дипломов прозвучал гимн Казанского федерального университета. Открыл церемонию директор Института математики и механики Марат Насруддинов. Он поздравил выпускников и пожелал успешного пути в будущем. К поздравлениям также присоединилась Екатерина Турилова, проректор по образовательной деятельности. После вручения дипломов с музыкальным номером выступили выпускники и студенты Института математики и механики. Обучение было очень интересным, разносторонним. Было трудно, да. Но были свои очень веселые, очень такие яркие моменты. От сдачи экзаменов до студенческой весны, дня первокурсника. Осталось только самое запоминающееся, великолепное впечатление. Нашла очень много друзей, с которыми мы очень сдружились, с которыми мы продолжаем общение. И думаю, так же будем продолжать. Для меня это замечательный альмаматор, который подарил мне много эмоций, много знаний. У нас очень прекрасные преподаватели, прекрасные коллеги. Могу сказать, что учеба была сложной, но очень интересной, занимательной. И было очень весело. Я очень благодарен всем преподавателям, всему коллективу, коллегам, моим одногруппникам. Спасибо за то, что со мной проделали такой путь. И всем тем людям, которые будут сюда поступать, я желаю успехов. С даты основания Казанского университета, а именно с 1804 года, университет выпустил сотни тысяч успешных студентов, будущих профессоров и профессионалов в различных областях. Несмотря на это, ежегодные мероприятия в честь завершения обучения проводятся с большим трепетом и всегда на высшем уровне. Гордость, радость и волнение наполняли зал в этот день, когда студенты получили долгожданные дипломы и вступили в новый этап своего жизненного пути. А университет желает выпускникам найти свое место в жизни и добиться высот. Резда Каримова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Со старта приемной кампании прошло 16 дней. На 5 июля число поданных заявлений на бюджет в Казанский федеральный университет составляет 2794 заявления, а вне бюджета 2151. Лидерами по поданным документам стали Институт международных отношений, истории и востоковедения, Институт управления экономики и финансов и Институт филологии и межкультурной коммуникации. Напомним, что подать свои заявления вы сможете на онлайн-платформе «Буду студентом» на сайте госуслуги, а также придя лично во второе высотное здание Казанского университета по адресу Кремлевская, 35. Приходи, мы ждем именно тебя. Ежегодно 5 июля в Казанском университете отмечается праздник, посвященный иностранным выпускникам. Этот год не стал исключением. На торжественном мероприятии в Музее истории присутствовали проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев, директор департамента внешних связей Ольга Вершинина, заместители директоров по международной деятельности институтов КФУ. Они выступили с поздравительной речью, в которой поблагодарили ребят за их вклад в развитие университета и пожелали ребятам успехов в их дальнейших начинаниях. Также состоялось чествование лучших учащихся из-за рубежа. Они получили благодарственные письма и памятные подарки. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова